Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Ипполит Доминик Берто, французский художник, специализировавшийся на фресках и портретах. Родился Ипполит Доминик Берто 28 марта 1843 года в Сен-Кантен, Северная Франция. Изучал живопись в высшей национальной школе изящных искусств, где работал в мастерских Ипполита Фландрина, Леона Канье и Поле Бодрии. С 1872 по 1875 год работал художником султана в кавычках в Стамбуле. Я цитирую переводную википедию, данных не очень много. Затем он переехал в Нант, где создавал портреты, жанровые сцены и пейзажи. Любимым сюжетом были местные дюны. Он также посвятил себя декоративной живописи. Его наиболее заметными работами такого рода являются фрески на потолке театра «Граслен», а также лестницы музея изящных искусств в отеле «Девиль». Позже он украсит секцию потолка в Петит-Лексенбург. Это французский отель, резиденция председателя Сената Франции. Выставлялся в салоне художника Франции, где в 1885 году получил медаль, медаль второго класса. После этого он выставлялся вне конкурса. Начиная с 1901 года, он посылал свою работу для показа в салоне «Национальное общество изящных искусств». В 1891 году был удостоен звания рыцаря Ордена Почетного Легиона. Офицером стал в 1923 году. 17 октября 1926 года умер в Париже. Похоронен на кладбище Монфарнас. Вот так вкратце, из приводной Википедии данных не очень много. О французском художнике, который специализировался на фресках и портретах, Ипполит Доминик Берто. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...